Это актуальное интервью в студии Пётр Васильев. Здравствуйте. О подготовке к паводковому периоду, о мерах, принимаемых соответствующими структурами, ответственными за безопасный пропуск воды, координации их деятельности и прогнозах на эту весну поговорим сегодня с гостем студии Дмитрием Лепчиковым, министром по делам гражданской обороны и обеспечению жизнедеятельности населения республики. Дмитрий Николаевич, здравствуйте. Здравствуйте. Я хочу начать с главного. Какие прогнозы на предстоящий паводковый сезон? Ну, уточненные это прогнозы мы ожидаем с Якутского управления геодромедслужбы традиционно в середине апреля. На сегодняшний день, исходя из полученных предварительных консультаций, можно сделать выводы из весеннего стояния, температуры сегодняшней веетровой нагрузки, снегозапаса, о том, что вскрытие рек пройдет в сроки примерно к многолетним данным, ну и с небольшим отклонением на один до трое суток. Ну, а сами уровни воды, как они будут происходить, мы более точно доведем информацию в середине апреля. Близкие к многолетним значениям, это, насколько я понимаю, первая декада мая, допустим, реки Лена-Алдан-Вилюй, а северные реки чуть позже уже. Да. Работа по подготовке безопасного прохождения, обеспечения безопасности населения в этот период, насколько я понимаю, уже начата. Вот какие задачи сегодня стоят перед правительством? Ну, мы, учитывая то, что наш регион поводкоопасный, мы подготовительные работы еще начали еще в прошлом году, уже под конец навигации, был проведен анализ выполненных работ, уточнили планы. Правительством республики принято распоряжение правительства, где каждым органам исполнительной власти, органам местного самоуправления, предприятиям, организациям поставлены четкие задачи по подготовке безопасного пропуска паводковых вод на реках республики в этом году. Также сегодня работают уже и рабочие группы, проводятся командно-штабные учения, идет проверка органов местного самоуправления, ведется проверка до готовности и систем оповещения, проверяются резервы, и сегодня мы находимся в активной фазе подготовки к паводкоопасному периоду. Ну вот если брать, допустим, по районам, насколько мне известно, накануне в Намском, в Амгинском районе уже прошли учения смотра сил и средств, традиционно Намский район, он всегда под угрозой находится, там, если не ошибаюсь, порядка 120 территорий попадают под зону затопления. Вот какие, возможно, ноу-хау в этом году будут применяться? Сколько я знаю, будут применяться беспилотники за ходом прохождения именно? Да, конечно. Мы и в этом году, благодаря поддержке центрального аппарата МЧС России, будут применяться комплекс беспилотных летательных аппаратов «Орлан». Это целый комплекс на базе КАМАЗа. Они будут передавать информацию в онлайне с помощью этих беспилотных летательных аппаратов. Да, конечно, в начале марта мы приняли участие во всероссийской командно-штабных учениях. Якутия тоже принимала участие. Одним из элементов этих учений была непосредственная отработка вопросов именно в паводкоопасный период. По риску, сколько населенных пунктов может попасть в зону затопления, наши эксперты прогнозируют порядка 125 населенных пунктов. И, как я сказал, вот сегодня вместе и с коллегами с Главным управлением ЧС по Республике Сака-Якутия, с участием коллег от органов исполнительной власти, это Министерство сельского хозяйства, Министерство инноваций, Министерство транспорта, Министерство жиркоммунального хозяйства, ведется именно проверка органов местного самоуправления. Это где-то порядка 16 районов мы должны. И в каждом районе проверить те населенные пункты, готовность тех населенных пунктов к паводку. Ну, насколько я понимаю, места для эвакопунктов тоже определены, и в том числе и места для отгона лошадей и скота. Да, да. Планирована подготовка пунктов временного размещения при необходимости развернуть порядка 267 единиц таких пунктов с общей вместимостью более 16 тысяч человек. Сегодня это коллеги из Министерства сельского хозяйства уже проверяют пункты отгона скота, ну и размещение лошадей, проверяют резервы, чтобы данные пункты были обеспечены камикормами, водой, ну и всем необходимым, которые могут понадобиться в период ледохода. Дмитрий Николаевич, ну, в общем, фронт работ уже проведен большой и предстоит еще больше. А в целом, если говорить о методах подготовки к прохождению паводкового сезона, вот какой вид работ наиболее, так скажем, эффективным? Насколько я знаю, в Ленском районе там часто возникают заторы, там зачерняли раньше снег, проводили распил. Вот можно ли использовать эти меры, используются ли они сейчас, и что наиболее эффективно? Ну, эффект даст выполнение всего-то комплекса мероприятий. Один из элементов этих комплексных мероприятий, это, вы правильно сказали, это превентивные работы по ослаблению этой прочности льда путем зачернения и его распиловки. Основными заказчиками, это и по линии Ленского бассейна водного управления, это на основных реках, на реках Лена и Колыма, а также на малых реках по линии наших коллег с Министерства экологии. Все конкурсные торги уже прошли в Ленском районе, уже данные работы начаты, и мы должны их завершить к 1-5 мая, в том числе и на реке Токолыма. Митрий Николаевич, а как обстановка на севере республики? Какая подготовка ведется там? Потому что бытует мнение, что северные реки, они более непредсказуемы, чем реки Центральной и Южной Куте. Мы не разделяем, мы должны быть готовыми не только в Центральной и Южной Куте, но и в Арктических районах. Там же тоже проводятся проверки готовности органов местного самоправления, проверяются резервы, готовность и исправность систем оповещения. Мы будем создавать резерв взрывчатых материалов, и на северные реки мы спланировали так же переброску, как и в предыдущие года взрывчатые материалы. В этом году у нас будут так же работать две взрывные бригады вместе с нашими спасателями, со спасателями службы спасения. Дмитрий Николаевич, а в целом можно ли предугадать то, как будет проходить поводкоопасный сезон? Ну, конечно, предугадать сложно, на каком участке, как он будет проходить. У нас, например, мы возьмем на контроль 56 участков заторообразования. Оперативные службы, оперативные группы будут за этим следить. Радиационно у нас будут созданы оперативные группы по рекам республики. Это их будет 9. Ведь резервная группа будет находиться здесь, в городе Якутске, в постоянной готовности, которая в любую минуту, в любое время может вылететь там, где будет осложняться вся ситуация вместе с поводком. Но, как я сказал же, также и по рекам вместе с органами местного самоуправления мы будем отслеживать поводковую ситуацию. Дмитрий Николаевич, давайте напомним жителям нашей республики, что самое главное в период прохождения поводка. Как себя вести, чтобы не было печальных последствий? Мы с нашими коллегами, с органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, комиссии по чрезвычайным ситуациям поставлена задача о постоянном информировании складывающейся обстановки. Хотел бы, пользуясь случаем, рекомендовать для наших жителей, если ваш населенный пункт находится в зоне риска или в зоне затопления, посмотреть документы, заранее отогнать скот. Хотел бы попросить, чтобы обратили внимание на маломобильное население, при необходимости их заранее эвакуировать в те места и рекомендованные органами местного самоуправления. Ну и безусловно, ни в коем случае не выходить на лед в период активного, так скажем, таяния и снега, и льда. Обязательно. Дмитрий Николаевич, я уверен, что все системы будут в полной, так скажем, боевой готовности к прохождению паводка. Спасибо, что пришли к нам в студию, ответили на наши вопросы. Спасибо. Это было Актуальное интервью. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok